привет друзья кажется мы ставим в порядке я очень на это надеюсь а это значит что сегодня у нас очередная рубрика вечерних прогулок и обсуждений всяких разных интересных тем ну если честно тем не очень много будет сегодня но зато тема будет очень важная поэтому я поворачиваю камеру и начинаю рассказывать вам о том о чем собирался рассказать итак крипта сейчас очень многие переживают с тем что происходит с курсами крипты и с тем что всякие прогнозы ожидания не сбываются я здесь если честно занимаю позицию очень схожую с замечательным youtube каналом богатейший если вы не видели можете посмотреть его ролики он достаточно часто их выпускает и позиция достаточно простая я вам ее уже озвучил но я ее повторю что вы можете утверждать и считать что рынок рынка манипулируют и что скриптой в ближайшее время может случиться то что она там упадет еще сильнее или начнет расти или все что угодно и вы можете это списывать на манипулятора и это все так рынка манипулируют разные люди вы прекрасно знаете там маска то есть такого публичного человека до который не то чтобы манипулирует рынком но делает вид и которые вызывают то что на рынке происходят всякие колебания но и естественные крупные банки просто крупнейшие банки и всякие крупнейшие инвестиционные фонды просто эти крупнейшие банки инвестиционные фонды они делают это так что это незаметно что это как бы происходит ну в общем я не о том я сейчас съехал немножко с темы сказать я хотел вот о чем сказать я хотел о том что если вы холдите крипту не на полгода не на год она 2345 и более лет например до 2030 да то есть например на 9 лет то для вас эти манипуляторы сами по себе становятся мелкими сосками потому что да сегодня они могут обрушить курс битка на 10 процентов или на 15 или даже на 25 но завтра этот курс как бы скажем вернется к уровням при которых люди привыкли торговать что еще немаловажно рынок является здоровым тогда когда есть все виды движений и за последнее время мы видели хороший рост мы видели хорошее падение и мы видели flat то есть рынок не можно сказать не переторговывается ни в какую сторону я конечно не экономист не финансист и мои как бы мысли это только мои мысли вы это прекрасно знаете но тем не менее то есть на рынке есть все виды движений и это мне кажется говорит о том что рынок сформирован он здоров и как бы с ним быть все хорошо вот и собственно к чему я это все рассказываю к тому что сейчас биток по 30 да и это довольно дорого вроде бы как бы хотя по 60 это вроде уже со скидкой в 50 процентов когда он был если вы посмотрите но если вы посмотрите когда он был по 10 по 15 то и вообще по 5 по 3 по 4 тысячи долларов то это вроде как дорого да но с другой стороны я лично по-прежнему считаю что ну вот сейчас начинают говорить о том что модель сток-то флоу поломана стоев до про которую я уже в одном может и в нескольких видео говорил я скажу вам так что я пока еще не считаю что она поломана правда в ближайшие 234 максимум 5-6 месяцев решат этот вопрос то есть нет она не поломана или да она поломана вот давайте посмотрим какие наши вероятности во первых сложно не заметить что не только скажем так те кто поддерживает модель сток-то флоу говорят о том что крипта сейчас будет расти и будет резкий рост хотя бы до старого уровня той выше то есть эту теорию поддерживают те кто придерживаться модели сток-то флоу и эту теорию поддерживаются другие аналитики все называют разные числа выше ниже как бы там это все уже не так важно как бы главное что конечно есть и негативные прогнозы кто-то может сказать ну вот дэн смотри нет по моему опыту негативных прогнозов больше значит скорее всего сейчас ну как бы обычно бывает как вроде бы как бы рынок он сам себе по сам по себе да и вроде бы люди понимают что ими могут манипулировать и он саморегулирующийся но все равно элемент паники есть элемент того что люди осматриваются на других соответственно есть такой некий момент левераджи или плеча то есть когда очень много людей начинают говорить о том что курс будет расти то он начинает расти и когда очень много людей говорят о том что курс будет падать он начинает падать вопрос на сколько это конечно влияние сильно И вопрос, насколько оно длительные последствия имеет На мой взгляд, это влияние есть, но оно не решающее И оно имеет не очень долго играющие последствия Но каждый оценивает сам В общем, что я вам хочу сказать На мой взгляд, сейчас очень вероятно Что сейчас как раз происходит консолидация ресурсов То есть сейчас начнут, уже начали и будут все сильнее и сильнее Для вас сыпаться новости из разряда Биткоин ничего не стоит Вот биткоин упал в два раза Ну, в общем, вот такого рода новости из различных СМИ И не важно напрямую они в этом участвуют или опосредованно Скорее всего, опосредованно, кстати Им-то интересен, как бы, в конечном итоге читатели А читатели они обретут тогда, если, как бы, большое количество людей придет А большое количество людей придет тогда, если, как бы, у новости будет фон Что, типа, вот, да, это, как бы, актуальная новость Например, там, SpaceX запустила новую ракету Вот сейчас это актуальная новость И, как бы, все ее обсуждают Ох, вот это неожиданно, то, что сейчас дождик Начнется я Точнее, ожиданно, но Буду надеяться, что он не пойдет настолько сильный, что придется остановить Запись Вот В общем Ожидание людей, да, о чем я говорил Немножко сам себя прервал, свою мысль Все может быть, конечно, очень по-разному Но мое мнение такое, что большинство Информационных каналов, как бы, сейчас Будут заставлять вас, как бы, продавать биток Для чего? Для того, чтобы большинство институциональных инвесторов могло заходить Вопрос, когда, как бы, эта пружина сожмется И здесь, как бы, два триггера, на мой взгляд, есть И один, скорее всего, вылетит под действием другого Значит, первый триггер Это Люди, как бы, в ожидании роста курса Вызовут рост курса То есть, такой, органический триггер, назовем это так И курс начнет резкое движение вверх И этот же курок, этот же триггер Выбит второй триггер, который звучит так План институционалов То есть, они что хотят? Они хотят купить побольше битка, подешевле И заставить его вырасти Чтобы иметь нет профит на своем балансе И это понятно Вот Поэтому Как бы Надо добежать хотя бы до первого магазина Поэтому Может случиться и наоборот То, что институционалы Те, кто хотели там Три, четыре, пять Крупных игроков, которые не успели зайти Или зашли не на всю катушку, которую хотели Сейчас зайдут Нащупав дно Зайдут там по 30, 31, 32 Допустим Или может ниже То есть, небольшой такой нырок будет Потом институционалы начнут Как бы накачивать рынок позитивной информации И Ну, с целью заработать И это вызовет лавинообразный эффект То же самое Триггер сорвет Как институциональный, так и социальный То есть, люди начнут кричать Вот, курс растет, наконец-таки Вот, то есть И тот, и обратный эффект Очень даже возможны И, как вы видите Эти оба эффекта ведут К росту Ну и прогнозы, как я уже сказал Большинство прогнозов говорит за рост Поэтому Мое мнение на сейчас Друзья Это Примерно Два к одному Два за то, что будет рост Один за то, что будет падение И вопрос, насколько будет падение И будет ли оно Постоянным Я считаю, даже если оно будет И оно будет достаточно затяжным То оно продлится максимум до 20 тысяч И, ну, может там До 15 И по отношению Для тех, кто заходил по 3 тысячи А то и ниже За биток Это вообще ни о чем То есть, биток по-прежнему растет Для тех людей, кто закупился По 3 тысячи По 500 долларов По 100 долларов По одному долларов Для них биток по-прежнему растет Растет хорошо И показывает хороший перформанс Поэтому, друзья Надо мне скрыться в магазине Пока такой ливень Может, надеяться, что он пройдет Вот Думайте сами, конечно Решайте И я надеюсь, что У вас получится хорошо Вовремя инвестировать Так, друзья Пока меня снова не настиг дождь Я Переждал Ливень В магазине А сейчас Вышел его вроде бы нет Но Кажется, сегодня Погода немножко непредсказуемая Поэтому Постараюсь Договорить еще Про крипту В общем Суммируя Так, короткий вывод Сделать Что Как бы там ни было Если у вас есть Какие-то небольшие Свободные инвестиции Которые Которыми Как бы Вы можете распоряжаться То И если вы готовы Идти в долгосрок То есть ждать Год, два, три А по-хорошему Два, три, четыре Может быть даже Четыре, пять То в этом случае Можете без вопросов Инвестировать В биток В эфир И во многое другое Потому что Это достаточно Безопасная инвестиция На мой взгляд Вот, на мой взгляд И на мой взгляд Опять же Сейчас еще Это не так дорого Потому что Каждое удвоение цены Битка Вход Для простого человека Условно говоря Это не точно Показание Но, грубо говоря Курс два раза вырастает А для вас Два раза вырастает Порог входа Это не значит Что вы не можете На один доллар Биток купить Нет Вы даже когда Биткоин будет стоить Миллион долларов Вы сможете купить Битка на один доллар Просто Есть же некоторые Все-таки Ну, скажем так Верхняя граница роста И чем мы ближе К этой верхней границе Тем меньше иксов И тем дольше Этиксы размазанного времени Чем вы позже зайдете Тем меньше этих иксов Вы словите Понятно Я сейчас Говорю банальные вещи И Есть множество нюансов Здесь Но В целом Как бы это так Особенно это так В долгосрок Вот Поэтому Задумайтесь И Возможно Еще не поздно Для вас Попробовать Такой вид инвестиций Особенно Если это делать На небольшой сумме Не страшной Для вас Конкретно Которая Которая Вы как бы Могли бы Условно Потратить На что-то Ненужное Замечательный Принцип Взять деньги Которые Вы бы потратили Все равно На что-то Ненужное И распоряжаясь Этими деньгами Потратить На что-то Нужное Например Купить битка Эфира И еще Каких-то Монеток Которые Вы верите Или Которые Вам нравятся Или Которые Вам Посоветовали Ну В общем Какие-то По какой-то Вашей выборке Или по Комплексу Выборок Вот Подумайте Над этим Это Как я Уже В очередной раз Говорю Что это Еще не Совсем Позно Делать В принципе Это Никогда Не будет Позно Делать Учет Мелких Монет Но С мелкими Монетами Выше А для Мелких Монет Как бы У вас Меньше Шансов На Хороший Успех Чем С битком То есть По битку Вы получаете Уже Меньше Иксов Каждым Следующим Днем Потому Что Когда он Вырастет Он уже Вырос И потом Он Какое-то Время Будет В оффлейте А может И падать Будет Вот А как бы По мелким Монетам Очень Высокие Риски Вы просто Можете Вложить В 10 20 Или 30 Хоть уже и прошло 10 лет Как бы Серьезной Разработки В крипте Да И Рынок Достаточно Сформировавшийся В каких-то местах Он уже Сформировавшийся В каких-то Нет Но тем не менее Ну тут же Опять же Много метрик По каким Смотреть эти места Ну в целом Как бы Ой я Мог бы сесть на автобус Но я уже ушел Да Со встановки В общем В целом Подумайте Я думаю Что я вам уже Обрисовал Хорошо эту мысль Также можете Посмотреть Видео об этом На ютюбе Или почитать статьи Посмотреть модель Stock to flow В общем Делайте свою оценку И Считайте Можете поблагодарить Меня Потом Вот Ну теперь Немножко О других вещах Не о крипте Значит Какие есть новости Ну во первых Я заказал С Алиэкспресса Наконец таки Все практически Точнее Не только С Алиэкспресса С Эбэя С Алиэкспресса И с местных магазинов Я заказал Множество из того Что нужно В частности Для сервера Соответственно Я думаю Что через две недели Примерно Будет происходить Сборка сервера В большом корпусе Вот Следующая новость Другой сервер HP MicroServe Gen 8 О котором я тоже Вам говорил уже Есть позитивная новость Я наконец таки Попытав Потыкав его палочкой Так сказать Много много раз Я наконец Смог заставить Его Загрузиться Я поставил Там очень сложный Проблемный Он тем Что Он не хочет Грузиться с СС диски Там короче Четырехбэевый сервер То есть Четыре винчестера Так стоит И По умолчанию Там еще был Привод Сверху Но у меня В моей комплектации Привода не было И соответственно Я Вместо этого Привода Там были Как бы Естественно Материнки Есть Все нужное Для подключения Какая-то странная Штука Если вы знаете Что это за штука Кстати Напишите Напишите В комментариях Пожалуйста Очень интересная Какая-то Неведомая фигня Похоже Что для работы По дереву Или Что-то подобное Может по металлу Вот И в общем У меня Получается Пятый диск У меня Лежит сверху Подключен Вместо привода Но дело в том Что в сервере Отсутствует функция Загрузки с него То есть Сервер может Точнее Он может грузиться С него Но только однократно То есть У него нельзя Выставить в биосе Как постоянный Источник загрузки Очень странно Хотя там Множество комбинаций И я смотрел Там лайфхаки Как создать Рейд Массив С одним SSD Заставить с него Грузиться Всякие другие Лайфхаки Ничего не работает К сожалению Единственный способ Который я нашел Там есть еще Внутренний USB порт Прямо на материнке И внутренний MicroSD порт Если у кого-то HP MicroSero Gen8 Или вы планируете Его купить Это может быть То что я сейчас Рассказываю Полезно Поэтому я это Наверное Отмечу в темах И получается Что Вот этот USB порт И MicroSD порт С них загружаться Постоянно можно Но для этого Как бы нужно Получается Идея у меня Была такая Я не хотел использовать USB У меня уже вышла Из строя Система на USB флешке Как-то так Когда я его поставил туда И MicroSD Я тоже не хотел использовать Потому что я понял Что ресурс Конечно хуже Чем у SSD Я хотел поставить Систему на SSD Тем более 64 гига Очень достойно Для тех целей Которые мне нужны А это в частности Например Мне нужно просто Подключить его В HPool И пусть он Как бы Эти там 24 терабайта Пусть он хостит И замечательно Вот И собственно говоря Что в итоге В итоге Я сумел Поставить загрузчик Все-таки У меня получилось Поставить загрузчик На Флешку На MicroSD Точнее На MicroSD карту И у меня Получилось Поставить Система на SSD И заставить Грузиться Не с первого раза Почему-то Странно Я что-то делал Не так Я там Менял конфиг Я надеялся Что у меня Все-таки Получится Без этой MicroSD Карты Но нет У меня не получилось Это сделать Без MicroSD Карты Но окей MicroSD Карта На 2 гига По факту На ней нужно 100 мегабайт А то и меньше Просто для загрузчика Замечательно В итоге Я уже готов был Сдаться Честно говоря Уже несколько дней Пытался это По разному настроить Сконфигурировать Что-то минимум Лишнего железа Было в сервере Но при этом Он хорошо работал И о чудо Когда я уже был Готов сдаться Последний резет Когда я подумал Что все Я перестаю этим заниматься И сервер загружается С установленной системы Ура-ура В общем Да Короче Работают рецепты Для HP MicroSD Если вы Готовы Ставить туда На постоянное место Жительства MicroSD карту Либо SD карту Либо Если вы готовы Загружаться по сети Либо Если вы готовы Загружаться С одного из Мемберов Рейда То есть Ну а не обязательно В Рейде Можно как бы просто Мемберы Рейда Я имею ввиду Что Четыре винчестера Что вставлены Они так или иначе У вас Как бы Подключены через Рейд контроллер Как бы вы не хотели Не хотели его использовать Вот И Вот с этих Винчестеров Грузиться можно Но я не хотел С них грузиться Потому что Во-первых У меня на них Я рассматривал Конечно У меня там Счита 74 гига На каждом диске Свободно Как бы Этих 74 гига За глаза Для системы Достаточно Там гиг 2-3-4 гига Допустим Максимум Вот И я как бы думал Как бы сделать Но опять же Не хотелось Лишний раз Не хотелось Лишний раз На винчестер Класть Систему Смешивать Да Вот так вот Систему С плотами В общем У меня Это все Получилось И на ближайшие дни У меня по плану Сегодня Завтра Перенести плоты На HP Микросервер Подключить его Кабелем Ну точнее Пока что я Это не сделаю Но По крайней мере Кабелем К ближайшему Wi-Fi Репиттеру И посмотреть На На Эффективность Стабильность И если все хорошо Это очень важно Потому что Это будет значить Одну простую вещь То что я Наконец таки Могу Разобрать свой настольник Он у меня собран На столе Вы может видели В моих видео И собрать его В корпус Который я для него Предназначаю То есть я В корпус настольника Соберу сервер Свой старый А для Настольника Я подыскал Другой корпус NZXT Беленький такой Я вам тоже его показывал Вот Такие вот новости Ну еще Как вы видите У нас Немножко сезон дождей Сегодня Дождь Не дождь Дождь Не дождь Не дождь Несколько раз Вот перестал опять Вчера то же самое было У нас строят Уличную веранду Строители Вот Из Польши Ребята Каждый день Слышу Какое-то Поп-радио Из Польши Очень забавно Слушать его Вот Потому что у меня Фактически это происходит За стеной В спальне Там как бы Терраса И там Все это происходит Терраса уже Практически готова Ее застелили Крышей сейчас Да Я прошу прощения Здесь Во-первых Я иду в гору Во-вторых Вы не представляете Насколько сейчас жарко Кажется что вроде Ничего так Дождик Но нет Ребятки Очень душно Но Счастью Такая температура Плюс дождь Это только последние пару дней А до того Было прям хорошо Свежо И я очень сильно Надеюсь что Такая погода Продлится не больше Чем несколько дней Еще И потом Снова Будем 18 градусов Свежесть Прекрасно В общем Надеюсь на это Но не хочу загадывать Не буду лишний раз Смотреть прогнозы Вот Кстати Продолжаю ходить По будням Сделал себе на выходных Отгул По будням Продолжаю ходить Со свиткоином Вот У меня Кстати Осталось 4 минуты До моего 20-минутного Сегодняшнего Умножения И как раз Это время Вот За вот тем домом Уже моя цель И как раз 4 минуты Я думаю мне хватит Дойти туда То есть я рассчитал Идеально Время Дохождения До Моей почты Вот А с почтой Продолжаются споры Они мне запросили документы Я им прислал Они сказали Это не те документы Я посмотрел Трекинг Какой они хотят Они просят Какие-то Документы С таможни Я запросил У магазина У которого купил Помните Магазин Как раз Со свиткоина Они мне второй Как бы товар Выслали Такой же Потому что Почта первую Потеряла И что И вот этот товар Тоже Тот первый товар Потерялся Второй товар Застрял На таможне Со словами Что Представьте документы Я запросил У магазина документы Отправил их На почту И что вы думаете Они говорят Это не те документы Нам это не подходит Или это касается Не того Трекинга Хотя я проверил Может быть Я действительно ошибся В первый раз Но в итоге Я им отправил Точно Документы Проверив Трекинг Поговорив С магазином И честно Говоря Ребятки Я уже Задолбался Насколько Вот этот Постон Местный Ну это Лотерея Короче Как в России В общем Точно так же Работает почта Она здесь Чуть быстрее Она здесь Чуть стабильней Но это чуть быстрее Чуть стабильней Не очень Честно говоря Выразительной И она косячит Тоже Так же Как российская В чем-то сильнее В чем-то слабее Но Факт Она косячит Нельзя это не признать То есть Когда у меня Растаможенные посылки Проходят Она требует Таможню Когда я Картридж От лазерного принтера Получал Заплатив На Алиэкспресс Как обычно Кстати На Алиэкспресс Я плачу Первое За товар Когда я заказываю Норвегию Второе За доставку товара Ну окей Бывает бесплатная Доставка Но почти всегда Там какая-то Мизерная сумма Доллар Два Пять Но тем не менее За товар За доставку товара Причем Алиэкспресс Конечно хитрый Он естественно Показывает вам цену Товара Когда вы его смотрите Потом Когда вы его добавляете В корзину Он показывает вам Товар с доставкой Уже цену Цена увеличивается А потом Когда вы нажимаете Чек-аут И у вас получена Страна получателя Норвегия То он еще добавляет Ват То есть норвежский налог Ну как бы Окей Этот ват Это там примерно 25-30% Наверное Где-то В таком диапазоне Даже наверное Не наверное не 30% Сейчас я подумаю Сколько я там Не наверное меньше Даже Не 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 Я что-то вам загнул Наверное где-то 10 Ну короче от 10 до 20% Давайте так скажем Вот То есть еще от 10 до 20% Грубо говоря За доставку Вы доплачиваете 10-20% И потом еще 10-20% Вы доплачиваете За налог Растаможку В итоге получается Два раза В среднем 15% 30% Доставка плюс таможня У вас еще съедает Сверху 30% А то и чуть побольше Вот Такая вот Штуковина Поэтому Что-то дешевое Заказывать с Алиэкспрессом Вообще вопросов нет Но как только Вы заказываете Что-то дорогое Стоит вопрос Не будет ли этого товара Во-первых Дешевле на Призгуйдене Во-вторых Дешевле на Призъяхте Призгуйден и Призъяхт Это сайты Индексаторы Цен местные Хорошие Такие большие Достаточно два Они покрывают Большинство магазинов Конечно же И Стоит вопрос Не можете ли вы купить Сфина почти новая В хорошем состоянии И значительно дешевле И почти часто На ответ на все Три вопроса Да-да-да Особенно если вы покупаете Товар Из недешевых То на Фине Скорее всего Вы найдете Бэушный В хорошем состоянии Или в идеальном состоянии Дешевле Вот кстати Куда я шел Мы пришли А затем На Призъяхте Призгуйдене Вы часто Можете найти Вроде бы Не по низкой цене Но когда вы посмотрите Доставку какого-то Дорогого товара Относительно дорогого 50-100 долларов Например и выше С Алишки То вы поймете Что Выходит Ведь Выходит Что Лучше купить В местном магазине И Я как бы это понимаю Ой Как это вышло Интересно Я это как бы понимаю Это поддержка Типа местного Производителя Такая же история В принципе Как в России Происходит уже Достаточно давно В этом есть Как бы Какое-то Зерно истины И правильности Наверное Но конечно Очень печально Что Такие Такие уровни Комиссии Да При том Что и так Доставка Не дешевая Получается Что доставка Не дешевая Получается Что вы еще Должны заплатить Налог И как бы Суть Того Чтобы заказывать Где-то еще Она в принципе Убивается А бизнес Напомню вам Не платит в ад То есть если вы Вот если вы Как бизнес Заказываете То для вас С Алишки Заказывать Прекрасная тема Поэтому в Норвегии Если вы живете Подумайте Тем более Что здесь можно открыть Некоммерческую организацию Это бесплатно И затем Некоммерческая организация Для того Чтобы ей функционировать Она требует Там Некоторое Ну что-то Вам требуется Например Для вашей некоммерческой организации Вам требуется какая-то мебель Или вам требуется ноутбук Или вам требуется видеокарта Что-то вам требуется Вы можете это покупать На свою некоммерческую организацию Или на коммерческую организацию Если хотите Но на коммерческую организацию Надо учитывать Что когда вы будете продавать Это конечно потребителю Вам нужно будет Во-первых Вам это сложнее Процедура регистрации Она платная становится Во-вторых, вам нужно будет этот ВАД самому с человека брать и, соответственно, отчислять нужные суммы. Но обычно это все, конечно, автоматизировано. Уже есть iZ, есть всякие системы, которые за вас это делают. Вот. В общем, как-то так. С почтой немножко печалька. Но, с другой стороны, позитивная информация с зарплатами, с отпускными. Сейчас в Норвегии многие уезжают в отпуск, а я продолжаю работать. Для меня это приличный плюс. Вот. И, в общем, в принципе, так-то, наверное, ребят, если вы хотите надежную, быструю, хорошую доставку, то вам придется платить за нее. Точно так же, как в России, вы берете какой-нибудь дорогого шипера. И тогда либо проблемы для вас снимаются, либо при возникновении проблем вы сразу же обращаетесь к этому доставщику. Он для вас проблемы разрешает.